Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Аманов и сегодня я подготовил для вас максимально уверенный прогноз на ответный матч Лиги Европы, где встречаются между собой Арсенал и Вильяреал. Традиционно проведем с вами розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть 1000 рублей. Все, что нужно сделать, это быть подписанными на мой канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к этому матчу. Сразу скажу, что если угадавших будет несколько, победитель будет выявляться рандомным образом. Поэтому, если вы угадали точный счет, это еще не значит, что вы победили. Дождитесь, пока вас согласят победителем в одном из роликов и после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. Также информация для тех, кто не так давно на моем ютуб канале, у меня есть также телеграм-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами, как по линии, так и в лайве. Поэтому, если вам это интересно, ссылку я оставлю в описании. Также, друзья, ставка дня, которую вы, я думаю, слышали в последнее время на моем ютуб канале, она также будет в моем телеграм-канале. Если она вам интересна, также по ссылочке ниже вы можете перейти и, соответственно, ее получить. Что ж, друзья, мы уже переходим к самому матчу. Полностью мы его разбирать не будем, так как это ответный матч. На первый матч полный анализ я уже проводил. По подсказке в правом верхнем углу можете перейти и посмотреть, если вам это интересно. Ну, а мы с вами разберем то, что не разобрали в первом видео, ни уже определенные изменения. Начнем мы с вами с домашних игр Арсенала. Они, на самом деле, в этом году далеко не самым лучшим образом для них проходят. Немало поражений, ничейных исходов. Но, в целом, стоит отметить, что Арсенал будет у себя дома. И это Лига Европы, а не АПЛ. Это имеет огромное значение, потому что в АПЛ Арсенал уже ничего не планирует добиваться, потому что шансов дойти до Еврокубков у них там нет. В Лиге Европы у себя дома они забили практически всем. Единственные, кому они не смогли забить, это Олимпиаргас. Но, стоит отметить, что это был ответный матч после 3-1. Соответственно, Арсеналу там было ловить нечего. Но, все-таки, стоит отметить также, что Арсенал в этом матче был довольно хорош, но там просто очень серьезно подвела реализация момента. Что касаемо потерь, в этом матче они абсолютно точно есть, потому что в первом матче было две красные карточки. Одного Арсенала, вторая у Вильяреала. У Арсенала красную карточку получил Сибалес. Сибалес у Вильяреала Капу. Что касаемо остальных потерь, то у Вильяреала не сыграет основной защитник Файт. А вот у Арсенала под вопросом находятся три важных игрока. Это Давид Луис, Ликозет и, конечно же, Терни. Что касаемо первого матча, то в первом матче счет был 2-1, для тех, кто не узнает. Уже в первом тайме все Вильяреал, можно сказать, решил, забив два гола. После чего, во втором тайме Арсенал получил красную карточку. Но даже с этой красной карточкой Арсенал, на самом деле, владел больше мячом, наносил больше ударов. Вильяреал все-таки очень сильно подсел после того, как повел. Ну и, соответственно, Арсенал нашел для себя один пенальтик, который смог реализовать. И гостевой гол им дает неплохое преимущество в ответном матче. Но и испанский клуб, на самом деле, в гостях является большой угрозой. Потому что в этом году они сыграли 16 матчей в гостях, при этом проиграли всего лишь в двух. И забивали они практически в каждом матче. И 16 матча они не смогли забить всего лишь в двух играх. Что хотелось бы сказать по итогу. Да, Арсенал первый матч проиграл, я даже сказал, провалил с треском. Но провалил он, по сути, только первый тайм. И плюс ко всему, Арсеналу все-таки был не совсем основной состав. Не хватало много ключевых игроков, но сейчас у них есть все шансы показать себя в полной мере. Плюс ко всему, команда играет на своей арене. И как минимум один гол, я думаю, они найти смогут. Ну и также, как мы с вами рассмотрели, Верриал тоже в гостях играет довольно хорошо. В большинстве случаев они находят свой гол. И плюс ко всему, все-таки Лига Европы для них сейчас в приоритете. Впрочем, как и для Арсенала. Поэтому здесь мы увидим с вами серьезную борьбу. И я более чем уверен, этот матч нас тоже порадует результативностью. И мы с вами увидим обмен голами. Поэтому моей ставкой в этом матче будет обе забьют да. А если вы, друзья, хотите поставить вместе со мной на данный прогноз, я вам могу порекомендовать букмекерскую контору Мелбет. Это пока самый широкий линия в СНГ. Там есть любой матч и любой исход, который вам по душе. А если плюс ко всему, вы еще воспользуетесь промокодом, который сейчас видите на экране, можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, пополняя на 1000, вы получите 2000, пополняя на 5, вы получите 10, пополняя на 10, вы получаете 20. Арифметика простая, уверен, вам она придется по душе. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии, переходите, пользуйтесь. Что ж, друзья, это были мои мысли и мой прогноз на данный матч. У вас же всех я еще раз попрошу подписаться на канал, также поставить палец вверх этому видео, если вам понравился мой разбор. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного прогноза и ни одного розыгрыша. С вами же был Артур Романов, всем удачи и всем пока.